Примерная высота 70-этажного дома. Уникальное конструктивное сооружение Токтугульского ГЭС было залито более 3 миллионов кубометров бетона. Параллельно было зацементировано и закреплено более 10 миллионов кубических метров потенциально неустойчивых скальных блоков. 8 тысяч рабочих и инженеров. Более 400 миллионов рублей капитальных вложений. Плотина такой высоты в 215 метров в Советском Союзе на тот момент нигде еще не была. Ради ее строительство пришлось переселить около трех десятков тысяч местных жителей. На дне водохранилища остались районный центр, 25 сел, кирпичный завод и аэропорт. Сегодня Токтугульская ГЭС – это более трети всех энергомощностей страны. Официальной датой запуска в эксплуатацию гидроэлектростанции считается январь 1975 года, когда был запущен первый гидроагрегат энергоузла, второй был за эксплуатацию в конце ноября того же года. Его замена была сделана спустя почти 48 лет, практически непрерывной работой. Агрегат не разбирался, он в рабочем состоянии был в течение 50 лет, и само собой было трудно разбирать, но все работы по разборке прошли благополучно. Мы вынули колесо вместе с валом, сейчас будет происходить разборка, отсоединение вала от колеса, и потом будем выносить на склад все это. И после того, как это место освободится, мы начнем заводить новое оборудование, тихо-тихо будем собирать агрегаты. Сейчас мы проверяем все новое оборудование, его качество и соответствие всех необходимых элементов. Потом передаем на монтаж и их ставят по своим местам. За день собираем две или три такие детали. Дело в том, что они состоят из очень мелких частей, а сделать нужно все очень тщательно и добротно. Это очень кропотливая работа. Диаметр почти 5,5 метров, вес 78 тонн. Новое рабочее колесо турбины, более мощные лопасти в три раза толще, чем в прежнем, улучшенная геометрия, в итоге увеличение мощности и прочности агрегата. Установку планируется завершить к началу нового отопительного сезона. Как рассказали на месте, подготовительные работы для монтажа нового агрегата выполнены почти на 90%. В некоторых узлах уже начались монтажные работы. Новый агрегат отличается увеличенной мощностью на 20%. То есть на старом агрегате была мощность 300 мегаватт, на новом агрегате у нас 360 мегаватт будет, а также усовершенствована система управления, то есть скада, а также другие системы, вспомогательные системы, такие как система мониторинга, система виброконтроля. Раньше у нас была мощность 1200 мегаватт. После всей реконструкции станции у нас мощность будет составлять 1440 мегаватт. Один из гидроагрегатов «Токтагульская ГЭС» под номером 4, напомним, был полностью реконструирован и сдан в эксплуатацию в конце ноября прошлого года. С ноября месяца по сегодняшний день она выработала и показала себя, как говорится, с положительной стороны. Выработка была, если раньше на старом агрегате 300 мегаватт, всю зиму вырабатывали 360 мегаватт. Это дополнительно мы получили 60 мегаватт дополнительной генерации. Согласно нашего контракта, до 1 ноября они должны закончить реконструкцию второго агрегата и выдать дополнительно еще 60 мегаватт. Это получается на двух агрегатах мы где-то 120 мегаватт дополнительной генерации получаем. Кроме «Токтагульского ГЭС», генерация которого после замены всех четырех гидроагрегатов к 2025 году вырастет на 240 мегаватт, дополнительные мощности таким же путем реконструкции, по словам Ибраева, планируется получить в Учкурганской ГЭС. И далее этот метод будет применен ко всем имеющимся гидроэлектростанциям в стране, уверил глава профильного ведомства. Бот Исая Бигджан Токтасунов, АЛОТО-24.